Всем привет, с вами Алексей Герваш, и я продолжаю авиационный ликбез. Сегодня я хочу поговорить о распространенной такой ошибке мышления, которая называется, что есть хорошие самолеты, есть плохие, есть хорошая авиакомпания, есть плохие. Для каждого нормального уважающего себя аэрофоба это действительно так, потому что это дает человеку иллюзию контроля. То есть, типа, он может сказать, я выберу Итиатт, там, или Люфтганзу, или Аэрофлот, или Мирейтс, и таким образом я контролирую ситуацию. На самом деле, конечно, это полная ерунда, потому что, во-первых, случалось с кем угодно, во-вторых, те же саратовские авиалинии, с которыми случилось в прошлом месяце, до этого с 1931 года не имели ни одного происшествия. Поэтому сказать, что есть хорошие или плохие авиакомпании, хорошие или плохие самолеты, это немножечко притягивать действительность к своим убеждениям, а не адаптировать свои убеждения к действительности. Но это нормальная аэрофобская совершенно система, потому что каждому из нас хочется быть правыми, и каждому из нас хочется, чтобы то, что мы думаем, было истиной, и никому не хочется вдруг понимать, что мы думаем криво. Но сегодня я просто хочу вас немножко показать вам немножечко, что происходит в обыкновенном аэропорту Домодедово. Что вы можете увидеть здесь, это что стоят самолеты Итиатт. Дальше у нас стоят два самолета Стар Альянса, подробнее немножко поговорим чуть позже, что это со Стар Альянс такой. А дальше у нас стоят самолеты Сибири, Норд Авиа, Уральских авиалиний. Вот там вот видно Як-42 Авиа, компанию Иж Авиа. Да? Вот если бы хоть что-то в самолетах Норд Авиа или Иж Авиа или Уральских авиалиний не соответствовало бы стандартам безопасности, которые приняты для Стар Альянса, или для Этихада, или для любого другого самолета, вот эти бы самолеты, они бы сюда просто не прилетели. Потому что, ну как вы себе это представляете, например, есть заход на посадку, в которой есть зона ожидания. В этой зоне ожидания у нас находится одновременно самолет Ижевских авиалиний, вот тот, да, Як-42, который вот там стоит, и самолет Итихад, или там самолет Свис, который стоит следующим. И диспетчер такой говорит, ребята, а теперь снижаемся на 500 футов. И такой самолет Ижевских авиалиний говорит, «О, Михалыч, какие 500 футов? Да у нас фасономер уже не работает давно». В общем, естественно, что это было бы угрозой для всех вот этих замечательных самолетов. Естественно, авиация не может быть, не могла бы функционировать нормально, если бы у нас была разница в стандартах обеспечения безопасности между авиакомпаниями разными, или разными странами, или разными самолетами. И если бы такая разница была, то ежедневно сотня плохих самолетов ставила бы под опасность полеты на хороших самолетах. Плохие авиакомпании врезались бы в хорошие авиакомпании. Но поскольку этого не происходит, этого не происходит только потому, что стандарты обеспечения безопасности, все, что делают вот с этим самолетом, это ровно то же самое, что делают вот с тем самолетом. Если вокруг этого самолета есть конусы, которые определяют зону доступа к этому самолету, то и вокруг того самолета есть такие же конусы. И не может существовать авиация в разных стандартах. Надеюсь, я был вам сегодня полезен, а я полетел в Цюрих. Пока!